видео будет посвящено банковским картам казахстана чтобы сэкономить вам время чтобы вы не ходили в банки в которых у вас все равно карту не получится выпустить более подробно я рассказываю об этом во втором видео но если вкратце по пунктам первое получаете местную симку 2 9 вц он центр обслуживания населения петропавловский их несколько в любом городе они есть ставьте тугис и приходите туда говорите то что вам надо получить местный и и н вам говорят говорят период проходит вы получаете и и н в принципе с этого момента как вы получили эту бумажку на руки вы уже можете идти за картой но но за картой только одного единственного банка это каспий банк ищите также в тугисе каспий идете в офис даете и и н паспорт мне попросили еще российский и н но только цифры то есть сам документ не нужно достаточно цифры карта делается там же она именно действует три года первый год служение бесплатная 2 3 год по 2000 тенге рубли сами переведете немного дальше банк центр кредит то есть если у вас есть время какое-то то вам надо ждать пока ваш и и казахстана зарегистрирует сегодня у нас вторник я получил свой пятницу до сих пор регистрации не прошло как только пройдет регистрация банк центр кредит выдаст вам карту которая у них называется карта карта на чем она хороша это бакс банк на платформе форекс то есть там очень хорошо курс обмена в принципе можете и пользоваться минус какой она не именно и вот но зато в дается тот же день то есть главное что пошли и он был директом дальше народный банк казахстана нужен трудовой договор республики казахстан ничего не даст в банк вроде как выдаст вам карту визу голд на три года обслуживания стоит 1000 тенге в год из минусов не работает конвертация валюты нет apple pay и снятие наличных банкоматах с комиссии сити банк казахстан там он ничего не светит алтынбанк аналогично трудовой договор евразийский банк я будет слишком много документов то есть два ндфл выписка зарплатного банка за последние 6 месяцев то есть тоже нафиг был нужен фортбанк нужен трудовой договор в республике казахстан сбербанк санкциями здесь работает за границы нет бас и банк ипотечный банк плюс депозиты открывает резидентом республики если нужна карта не имена обслуживания банк китай в казахстане не выпускают торгово-промышленный банк китая в городе алматы неименные union pay то есть если вы рассматриваете линию поэтому вам туда неизвестно правда открывает он карты не резидентом республики если нужна карта не имена обслуживания 3000 г-код хомяки он кредит бесплатный виза на 35 лет они не именные моментально выдаются минусы плохой курс покупки рублей пополнить карту с карты почты банка можно только виртуалку его вам в приложении не оформят то есть надо оформлять сразу банки онлайн банк только через предложение карты сами только в тенге и исходящие свит переводы только в отделении банк шинхан банк нужен трудовой договор банк втб под санкциями freedom финанс отличный банк к сожалению его нет петропавловске то есть самом деле это у меня карта была в топе бесплатная мультивалютная мастер карту world freedom карт делается от трех до пяти дней на султане 3 рабочих дня в алматах там от пяти до шести повезет фиксированная комиссия за перевод другой банк там 200 тенге переводы в рублях я долларов с российского финанс без комиссии то есть как удобно то что такой банк есть россии глупые работает свисты работают вот данные то что на 20 сентября переходы долларов из freedom финанс россии запретили евро рубли переводится так банк рбк виза голд для нерезидентов первый месяц 50 тысяч далее 5 тысяч месяц и заплатил 100 тысяч и 10 месяц исламский банк карт не выпускают заман банк не альфиле банк ну не уверен что правильно прочитал раз почта все хорошо на неизвестно открывают ли карты не сидел вот принципе все то есть получаете карту дальше делайте что хотите есть куда хотите она будет работать ссылки на подробное описание оставляю повод видео все данные взяты с формами цикла